Дорогие друзья, всем привет! Вы на канале Давай Запишем. Сегодня мы снова говорим о студийной акустике, и на этот раз предлагаем вам познакомиться и сравнить две 8-дюймовые модели. ADAM T8V и MAKI MR824. Начинаем! И начнём с того, что цена у этих мониторов практически одинакова. В районе 28-28,5 тысяч рублей. За штуку, разумеется. Теперь давайте подробнее обо всех характеристиках, органах управления и коммутации. Динамики низкочастотные у них по 8 дюймов, твиттеры у MAKI 1 дюйм с шёлковым куполом у ADAM, UART-типа размером 1,9 дюйма в эквиваленте. Частотный диапазон, который готовы озвучить эти колонки, находится в пределах 35-20 тысяч у MAKI и 33-25 тысяч у ADAM. Кроссоверы у них разберутся с частотами на 1,9 и 2,6 килогерца, соответственно. Что касается усиления, то у MR824 это будет 85 ватт, 55 внизу и 30 вверху. У T8V 90, 70 внизу и 20 вверху. И последнее, что добавлю здесь, это максимальный уровень звукового давления. 113 у MAKI, 118 у ADAM. Ну что касается размеров, то они практически одинаковы. По весу незначительно отличаются. 9,8 KG ADAM, 10,4 MAKI. Что ж, теперь давайте отправимся на задние панели и посмотрим, что там к чему. У ADAM всё по классике. Высокие-низкие, плюс-минус 2 децибела, подкорректировать мы сможем. Подключение балансное на XLR, небалансное на RCA разъёме. У MAKI есть дополнительная возможность подключиться джеком. А что касается подстройки звука, то тут можно ослабить или добавить на 2 децибела частоты от 3 кГц и выше. И кроме того, выбрать один из режимов функции Acoustic Space, которая служит для более точной адаптации мониторов к вашему пространству. Вот есть картинка, по ней всё понятно. И наконец последнее, на что мы должны обратить внимание, это заднее расположение фазоинверторов в обоих случаях. Из этого следует, что плотно к стене их ставить очень не рекомендуется. Вспоминаем недавно вышедшее у нас на канале видео про расстановку. Там я говорил о том, что в районе хотя бы полуметра до стены у нас должно быть. И также касательно метража вашего помещения. С этими мониторами оно не должно быть менее 20 квадратных метров, иначе покупка может оказаться опрометчивой. Друзья, думаю, что информации достаточно. Пора переходить к тестовой части. Слушаем, сравниваем звучание с оригинальным треком и делаем какие-то выводы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» У нас оно строилось под несколько иные задачи, а отсюда и результат. Тем не менее, повторюсь, колонки заслуживают вполне высокой оценки. На этом всё, друзья. Работайте по возможности на хорошем оборудовании, всем творческих успехов и до новой встречи на нашем канале! Кроссоверы у них разберутся с частотами на 1,9 и 2,6 кГц соответственно. Стоп! Я, может, неправильно понял, кроссоверы у них разберутся? Кроссоверы у них разберутся с частотами, но это сленг. Я домой.